Девушки отдыхают 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 Но при этом ты можешь таким не быть на самом деле, и тебе за это ничего не будет. И вот, наверное, это нужный документ, может быть, он даже и своевременный. Но, на мой взгляд, более проработан и более прописан с механизмами внедрения — это профессиональный стандарт учителя, который четко фиксирует те требования к знаниям, к умениям, к компетенциям, которым должен обладать учитель. Причем это идет фиксация с опорой на нормативные документы. А кодекс профессиональной этики — это хорошо, конечно, мы будем его иметь в виду, но вот руководством к действию я боюсь, что он не станет. Ну, ваши педагоги, вы сейчас собственное мнение сказали. Наверняка ваши педагоги делились с вами своим мнением. Вот как они восприняли все-таки? С одной стороны, так же, как вы восприняли это как напоминание прошлого нашего, когда мы учили свод правил пионеров, комсомольцев. Да, там педагог должен быть примером для подрастающего поколения. С другой стороны, они где-то и на себя примеряли, а вот я вот именно такой, как там записано, или мне еще есть к чему стремиться. И есть третье мнение, что, ну, наверное, идеалом быть невозможно. Да, может быть, как какой-то ориентир. Но вот резких отторжений, резких каких-то негативных моментов нет. Ну, заявление об уходе никто не написал. Да, нет. У нас есть заявление о принятии на работу. Ну, это хорошо, потому что я слышала, что педагогов нынче не хватает. В вашей школе все в порядке в этом смысле? У нас все с этим все в порядке. Мы в этом году принимаем в свою дружную семью 18 новых педагогов. И надеемся, что они войдут в наш коллектив со своими идеями, мыслями, со своими наработками. Мы будем рады их видеть. И мы проблему решили. Ну, спасибо вам большое. Мы продолжим. Продолжим педагогическую тему. Как мы уже говорили, в крае принят кодекс профессиональной этики педагогов. В следующем году должен появиться профессиональный стандарт. Произошло это накануне в рамках девятого съезда работников образования региона. О том, какими знаниями, умениями и навыками должен владеть современный учитель. А также о том, как ему живется сегодня, расскажет Ольга Калачева. Любой съезд работников образования – это всегда время подводить итоги. Кстати, они весьма впечатляющие. Говорили накануне не только с высоких трибун. За последние годы в крае построено 94 школы. Отремонтировано около 600. А всего их 1115. Повсеместно появилось новое оборудование, о котором каких-то 10 лет назад учителя и их воспитанники могли только мечтать. Особенно последние два года все изменения в школах идут семимильными шагами. Вы спрашиваете, увеличилась ли зарплата? Да, увеличилась. У нас сейчас, допустим, по нашей гимназии средняя зарплата 23 тысячи. А в те годы это было где-то около 18 или 19 тысяч. Надежда Шеланкова в одной из школ Барнаула работает уже много лет. Говорит, трудиться стало интересней. А главное, изменилось отношение государства. Специально для педагогов разработана льготная ипотека. Молодые учителя, которые решили пойти в малокомплектную школу, получают по 200 тысяч в качестве подъемных. А с этого года еще и 40 выпускников СУЗов ждет такая же поддержка. Правда, им обещают платить по 100 тысяч. А еще все, без исключения работники образования, могут отдохнуть в санаториях края. Бесплатно. После того, как я съездила в санаторий, так хорошо отдохнула, и уже работать рада с ней. Потому что вот оно государство меня отблагодарило за мой труд вот этой путевкой. И хочется еще больше вкладывать в детей, в свою работу. До нового учебного года остается 10 дней. Впереди у педагогических работников края напряженная пора. Говорят, нужно жить по кодексу профессиональной этики, а работать по стандарту. Кстати, по этим еще не писанным правилам учителя края работают уже сегодня. Не случайно в этом году наш край вошел в группу регионов России, чей опыт по модернизации образования рекомендован для распространения в стране. Ольга Калачева, Николай Шилко, информационный канал «Город». Ну, мы сейчас видели, что школы действительно сейчас оснащены великолепно. А ваша школа, тем более, она новая. У вас и стадион новый был изначально. И окна пластиковые были, некоторые пришлось менять. А вот что-то новое появилось к этому учебному году? Вот чем-то есть похвалиться вам? Есть. Нет предела совершенства. И поэтому в конце учебного года, уже второго, мы запустили анкетирование среди родителей и детей с тем, чтобы выяснить, а что все-таки еще хотят наши дети совместно с родителями улучшить в школе. И вот, как ни странно, получилось практически синхронные ответы. На первом месте это был наш актовый зал. Захотелось его сделать более уютным, более оснащенным в плане музыкальной аппаратуры. Это была пришкольная территория. И это кабинет по основам безопасности жизнедеятельности. Вот в результате сейчас ожидаем, когда подведут итоги конкурса на самый благоустроенный район. Мы от учреждения образования входили в номинацию в этом конкурсе. Считаем, что те клумбы, которые были разбиты, они очень интересны. Были посвящены Году культуры в этом году. Актовый зал. Вчера родительскому комитету похвалились, сделали. Родители дали высокую оценку, что их идеи были реализованы. И, конечно, наш супер-кабинет ОБЖ. Мы готовы его показать на любом уровне. Это и тир интерактивный, лазерный, который позволяет выполнять все нормативы по стрельбе. Это полностью оснащение кабинета всеми комплектующими, всеми материалами, как по профориентационной работе, так и по историческому воспитанию гражданско-правовому детей. Но и наша изюминка мы открываем в этом году впервые. Специализированный класс МЧС. Надеемся, что у нас все получится. Я желаю вам удачи в воплощении всех ваших планов. А мы перейдем к другим темам. В Барнауле начала работать горячая линия по вопросам повышения цен на продукты. Ее организовало Краевое управление антимонопольной службы, поскольку горожане стали жаловаться на подорожание мяса кур. По этому факту в Крае уже проводятся проверки всех птицефабрик региона. Об этом и не только расскажет Ольга Калачева. Но вначале к другим темам. Исполняющей обязанности ректора Алтайской академии культуры и искусств стала Галина Буевич. Прежний руководитель Анатолий Кандыков со своей должностью уходит, сообщает официальный сайт ВУЗа. Он руководил Академией 23 года. С августа его кресло временно заняла Галина Буевич. Вернее, на эту должность ее назначило Министерство культуры России. В Академии культуры кадровые перестановки пока никак не комментируют. Приняли конкретную программу развития на ближайшие три года. В Алтайской педагогической академии встречались французы. Напомним, в этом году Лингвистический институт Академии выпустил последнюю группу преподавателей французского языка. А спустя время руководитель региона Александр Карлин предложил сохранить французское образование в крае. Накануне в Академии определили конкретный план действий в этом направлении. А именно, восстановить кафедру французского языка, организовать летние школы для учащихся и не только. Проверка цен напрямую связана с запретом ввоза на территорию России ряда продуктов питания. Но под пристальный контроль специалистов попали те из них, которые входят в продовольственную корзину. Это все виды мяса, мука, яйцо, молоко, масло растительное и сливочное и другие. Если вы заметили факты подорожания продуктов в магазине, звоните по телефону горячей линии. Их номера сейчас на ваших экранах. По каждому случаю работники антимонопольной службы проведут проверку. Ольга Калачева, информационный канал, город. Инна Викторовна, все мы бываем в магазинах, естественно, каждый день практически это происходит. Вот вы заметили, что, например, выросли цены на продукты после введения санкций на запрет импорта? Ну, я не увидела вот такого скачка цен. Конечно, не приглядывалась, но вот резко чего-то не обнаружила. Ну, то есть у вас нет возможности позвонить и сказать, пожаловаться? Точнее, не видели вы причины, по которой можно позвонить? Не увидела я большого увеличения цен. Поэтому вот я бы звонить, мне нечего сообщить в данном случае. Ну, а в целом, вот когда запретили у нас импортные какие-то товары, продукты, вот вы почувствовали какую-то сложность? Вот любили, к примеру, сыр с плесенью, а его не стало? Я не почувствовала сложности. Ну, наверное, я патриот по натуре. Вот я родом из Поспельхинского района и знаю, насколько там хороший был масло-сыр-комбинат. И при покупке молока, сыра, масла, я стараюсь все-таки обращать внимание, чтобы это были наши производители. Думаю, что и финское молоко нисколько не лучше нашего, и яблоки могут быть не только польские, а, допустим, с Кубани. Я считаю, что для нашего населения это не такая большая проблема, вот в частности тех запретов, которые касаются продуктов питания. Более того, очень много слышу о том, что говорят люди простые, которые считают вот эту ситуацию, как, может быть, толчок к развитию собственного производства. Вот я думаю, вот это так, надо так это рассматривать. Предпосылки все у нас есть, а почему бы и не свое? Тем более, что оно изначально лучше по качеству. Спасибо за ваше мнение. В понедельник уже выберут из десятков претендентов самого достойного звания Героя города. Наш сегодняшний сюжет о директоре Краеведческого музея Ольге Павелкиной. Ее призвание — хранить время. Почти 30 лет она является главным хранителем наследия прошлого Барнаула и Алтайского края. С претенденткой на почетное звание встретился Илья Кочетков. Она не любит говорить «я», предпочитая «мы». Мы — это сотрудники музея, с которыми она работает. И это знаменитые личности, оставившие след в истории нашего города. Они все для Ольги Викторовны практически родные люди. Она с гордостью и нежностью показывает книгу почетных гостей музея. Первую запись здесь оставил почти 200 лет назад знаменитый ученый Гумбольд. Далее — автографы Альфреда Брема, Германа Титова, а также Юрия Сенкевича, который, кстати, назвал наш музей лучшим из краеведческих. Не меньшую ценность для нее представляют отзывы обычных посетителей. И запись историка-академика нам важна, и запись малыша, иногда даже с ошибками, но с очень простыми словами. Мне нравится этот музей. Переняв эстафету своих предшественников, она вот уже больше 10 лет заботится о том, чтобы музей был не просто собранием старинных вещей. Сегодня это настоящая машина времени, оказавшись которой, в которой человек начинает лучше чувствовать и понимать и прошлое, и настоящее, и самого себя. Вот в понимании Ольги Викторовны музей — это умное пространство. Это в первую очередь умное пространство. Музей, он должен давать людям знания, он должен заставлять людей думать, мыслить, может быть, подумать о себе, о своей семье, о родословной, о своих предках. Заслуга Ольги Викторовны и в том, что музей не застыл во времени, он постоянно развивается. Древние экспонаты гармонично сочетаются здесь с приметами новейшей истории. И она делает все для того, чтобы эта нить, протянутая из прошлого в будущее, не порвалась никогда. Илья Кчетков, Александр Морозов, информационный канал «Город». Ну, много претендентов нынче на звание Героя Города. В понедельник уже будем выбирать, кто все-таки достоин. А как вы считаете, кого можно было еще включить в список? И почему вот этих претендентов на звание Героя Города? Конкурс интересный. Я слежу за этим конкурсом с 2007 года. Но вот возник у меня вопрос. Почему-то я предполагала, что в 2014 год, год олимпийский, год, когда вся страна в едином порыве проявляла патриотизм. Почему не спортсмен? Ведь столько достойных спортсменов у нас в городе Барнауле, которые... Дворовый тренер там есть какой-то, точно знаю. Ну, вот я думаю, что, наверное, дворовый тренер это хорошо, но не тот уровень. То есть, мне кажется, вот, допустим, Сергей Шубенков, тот молодой человек, который заставляет говорить о городе Барнауле на уровне таком высоком. И он еще молод, он еще долго будет выступать. А почему бы не он? Нет, я-то с вами полностью согласна, что Сергей, учитывая, что он дважды чемпион Европы, он участвовал на Олимпиаде, и бронзовая медаль чемпионата мира. И он очень, вы знаете, такой интеллигентный и умный молодой человек. К тому же знает и язык, мне кажется, английский совсем неплохо. Ну, то есть, я с ним встречалась, и я тоже считаю, что он вполне достойен. То есть, вы выдвигаете именно его, его кандидатуру. Ну, логика. Олимпиада проведена блестяще. Почему бы нам и в городе об этом не сказать? Ну, в общем, тогда, наверное, все услышат ваше мнение. И, может быть, кстати, Сергей станет героем города 2014 года. А мы к новостям культуры перейдем. Музыканты Великорусского оркестра «Сибирь» прозвучат в кино, а барнаульские девушки могут стать участницами реалити-шоу «Холостяк», продолжит Елена Кузовкина. Музыканты Великорусского оркестра «Сибирь» прозвучат в фильме московского режиссера Сергея Никоненко. Съемки кинокартины под названием «Охота жить» запланированы на февраль-март 2015 года. Основы сюжета составят рассказы Василия Макаровича Шукшина. Ну, а главные роли исполнят сам Сергей Никоненко, Нина Усатова, Валерий Баринов и другие. Оркестр «Сибирь» уже приступил к записи музыкального сопровождения будущей картины. В галерее «Проспект» продолжает работу выставка «Особый ребенок. Обычное детство». Мы познакомились с одним из участников этого любопытного, вместе с тем сложного проекта. Фотографам предстояло работать с семьями, в которых воспитываются детки с ограниченными возможностями здоровья. Девочка Маша, которая досталась Максиму Наземцеву, никогда не увидит свои фотографии. У нее проблемы со зрением. Зато появился новый друг. Я обязательно приеду с фотографиями, напечатаю их на какой-нибудь приятной бумаге, которая шуршит, чтобы все это можно было полистать, потрогать. И мы обязательно попьем чайку вместе, пообщаемся. Я думаю, что все будет здорово. У барнаульских девушек есть шанс встретить свою любовь на самом романтичном шоу канала ТНТ «Холостяк». 27 августа в Краевой столице пройдет кастинг третьего сезона. Возможность попасть на шоу есть у красавиц только из двух городов Сибири – Барнаула и Новосибирска. Принять участие в кастинге приглашают незамужних девушек от 18 до 40 лет. Предварительно необходимо позвонить по телефону 8 906 962 92 06 и записаться на прослушивание. Приходите, может именно вам посчастливиться побороться за сердце таинственного холостяка. Елена Кузовкина, информационный канал «Город». Ну вот такой конкурс у нас проводят, в том числе и в Барнауле будет кастинг. Все девушки приглашаются от 18 до 40 лет, как мы уже услышали. Скажите мне, пожалуйста, Инна Викторовна, вот если бы в свое время у вас была возможность такая принять участие в кастинге и побороться за звание обеспеченного холостяка, известного российского, может быть, я не знаю, не российского, вы бы согласились принять участие в подобном конкурсе? Ну, первое, я считаю, мое время еще не ушло. Я еще вполне это могу сделать, если захочу. Гастинг на 27 августа. При желании, да. Но если серьезно быть, вот, знаете, ни я сама, ни своей дочери я бы не посоветовала это делать. Я за любые конкурсы, профессионального мастерства, интеллекта, творчества. Ну, а там, кстати, как раз это приветствует, и творческие способности, и интеллект. Есть. Ну, видела я некоторые передачи такого плана. Вот как-то вот смахивает на ситуацию на невольничном рынке, когда вот стоит ряд девушек и пытается всеми способами понравиться человеку, который изначально находится в позиции выбирающего. Но все равно у девушек же есть мечта, и это же реалити-шоу, которое предполагает, может быть, такое. А показать себя на телевидении, свои какие-то способности, даже если тебя вот этот холостяк не выбрал. У нас же все-таки это телевизионный проект какой-то. Ну, если только заявить о себе, то может быть, но вряд ли пошла бы на это сама. Ну, вот в такую любовь телевизионную вы не очень верите, да? Вот как-то не верю. Ну, понятно. Ну, а я все-таки думаю, что каждая девушка, которая мечтает выйти замуж за богатого и знаменитого, и у нее есть при этом какие-то возможности и творческие способности, пусть она придет на кастинг. Кастинг продолжается до 27 августа, и телефон вы видели на своих экранах. А теперь о спорте. Триумфатор европейского первенства по легкой атлетике Сергей Шубенков в понедельник вернулся в Барнаул. Вновь он заставил весь мир говорить о себе. Не только об этом в нашем спортивном обзоре. Сергей Шубенков во второй раз в своей карьере взял золото чемпионата Европы. До этого легкой атлет выиграл первенство континента в Хельсинки. За четыре года наш прославленный земляк обновил рекорд России, а также добыл историческую бронзу чемпионата мира год назад. И вот новая награда. Впечатления от того, что все-таки свершилось, ну они сейчас просто непередаваемые. И в общем-то то, как все дело это проходило, и то, как я себя чувствовал по ходу вот этих соревнований. Ну, такого, наверное, стресса я еще не испытывал никогда. Алтайский пловец Андрей Гречин завоевал серебро чемпионат Европы в эстафете. На соревнованиях, которые проходят в Берлине, разыграны первые комплекты медалей. Российская мужская команда в составе Андрея Гречина, Никиты Лобинцева, Александра Сухорукова и Владимира Морозова в кролевой эстафете 4 по 100 завоевала серебряную медаль, опередив команды Италии. Впереди у Андрея выступление в личных соревнованиях на дистанции 50 метров в вольным стиле. Футболисты Бурнаульского «Динамо» на этой неделе взяли верх над командой из Читы. Встреча завершилась с разгромным для хозяев арены счетом 3-0. Эта победа позволила сине-белым подняться на несколько пунктов вверх по турнирной таблице. А очередной уже пятый гол полузащитника Евгения Щербакова принес ему первое место в гонке лучших бомбардиров 2-го дивизиона. Следите вообще за тем, как играет наша Бурнаульская «Динамо». Нынче они опять профессионалы и одержали большую победу. Ну, такого уровня футбол как-то меня не очень интересует. Мне приятно наблюдать, как у нас на футбольном поле школы, а оно у нас с искусственным покрытием, суперсовременное, наши мальчишки с таким удовольствием играют в футбол. И в течение учебного года, и летом они стали прям неожиданно для нас победителями Кубка Дворового футбола в этом году. У нас на базе нашего же футбольного поля занимается и секция мастер-бол вообще для малышей, детей 4-5 лет. И анализируя качества, которые нужны для игры в футбол, мне, конечно, как педагогу радостно. Во-первых, это и выносливость, это дисциплинированность. Самое главное, это командная игра, когда человек должен уметь отвечать не только за свои поступки, но и быть игроком команды. Ну и два слова. А вы сами вообще каким-то образом спорт уважаете, его любите? Нет, я уважаю, но вот издалека, уважаю издалека, да, со стороны. Вот хотелось бы, но шаблонная отговорка, не хватает времени. Ну это у многих такая отговорка. Ну и очень коротко, ваши планы на следующую неделю, подготовка, наверное, к первому сентября? Да, у нас у учителей неделя перед августом, это все равно, что 31 декабря, у всех остальных людей. Это, конечно, педагогические советы в школах, это предварительные встречи с детьми. Мы ожидаем дополнительно к нашим детям еще более 300 новеньких, это в основном первоклассники. И все будет, конечно, направлено на то, чтобы 1 сентября был незабываемым праздником, как для первоклассников, так и для других школьников. Ну и конец недели, это же День города, нужно достойно подойти к празднованию этого хорошего праздника. Ну я желаю вам успехов в новом учебном году, ну и каким-то образом показать себя и на дне города, может быть, ваша школа себя покажет. А может быть, просто придете, отдохнете, прогуляетесь, посмотрите, как барнаульцы празднуют этот замечательный, ну я даже не знаю, ну это не юбилей еще, но в следующем году уже будет юбилейная дата, нынче 284-я годовщина. Спасибо вам большое. А я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была Инна Викторовна Борисенко, директор 132-й Барнаульской школы. Отличных вам выходных и до встречи.